На городской доске почёта в молодёжном сквере представлены фотографии 20 муравленковцев. Каждый из них достиг значительных результатов в своей профессии. Юрий Чалый – один из самых титулованных тренеров Муравленка. Он воспитал не одно поколение спортсменов. Среди его воспитанников мастера спорта, чемпиона Европы и мира. 12 декабря исполнится ровно 25 лет, как Юрий Чалый воспитывает каратистов Муравленка. Его долгий спортивный путь начался в раннем детстве. Сначала будущий тренер занимался плаванием, потом дзюдо. И только в 16-летнем возрасте начал осваивать сетакан каратэ. В 80-е в СССР за занятие этим видом единоборств грозила серьёзная ответственность. Стоит сказать, что в то время каратэ было под запретом. Не просто под запретом, была уголовная ответственность. Вот в таких непростых условиях мы занимались. Но потом, слава богу, как бы разум возобладал. А в 87-м году родители привезли его из Ставропольского Невиномыска в Муравленко. От 9-й класс он окончил здесь, во второй школе, а после вернулся на родину. Только по окончании 11-ти классов Юрий вновь приехал на север. Здесь началась его бурная трудовая деятельность. Я работал в различных организациях. Токарем, строителем. Ну, как бы, изначально. А пока, как бы, на постоянной основе я уже не перешёл работать в нефтегазодобывающем управлении, Сутарма нефть на тот момент. Но Юрия Чалова никогда не покидала мысль о том, что он должен работать в сфере физкультуры и спорта. Ведь теми знаниями и навыками, которые передал Юрию его тренер Сергей Валентинович Чистов, необходимо было делиться. Так, работая в НГДУ, Сутарминскнефть он оформил индивидуальную деятельность и арендовал спортивный зал в 4-й школе. В 90-е одну такую тренировку разом посещали около 100 человек. А когда в 96-м в Муравленко открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Ямал», от желающих тренироваться отбоя не было. На этих кадрах первый чемпион первенства России по сетокан-карате воспитанник Юрия Чалова Максим Петров. «Ну, в общем, если взять, я рад своими достижениями, рад. Так как три боя я провел, можно сказать, отлично провел и вышел в финал в своей подгруппе». «Это Маша Сенечкина. Это моя первая, так скажем, тоже воспитанница, которая стала у меня победительницей Кубка Европы на Кипре, город Лимасол». На этих кадрах победительница Кубка Европы Мария Сенечкина демонстрирует ката в Японии. «Я вышла, а моей соперницы не было. Второй бой у меня попался с японкой. Я ее выиграла и попала в финал. А в финал у нас отдельно один человек делает». Кристина Гордеева и Ника Прусова – самые титулованные спортсменки Юрия Чалова. С ними он объездил полмира. Кристина стала чемпионкой мира в немецком Ганновере в 2006-м, а Ника Прусова является чемпионкой Европы, дважды становилась серебряным призером чемпионата мира и один раз бронзовым. Обе являются мастерами спорта. С каждым из своих спортсменов тренер Юрий Чалый поддерживает связь. Он всегда готов прийти на помощь не только словом, но и делом. Александр Киприянов – чемпион Европы, воспитанник Юрия Чалова. Сейчас он преподает сетокан каратэ мальчишкам и девчонкам Муравленко. Александр – один из немногих, кто решил пойти по стопам своего тренера. «Безусловно, он сыграл огромную роль в моей жизни, так как были периоды, когда я хотел бросить этот спорт, потому что ничего не получалось. Были моменты, когда я даже не хотел идти просто на тренировку, потому что я не видел никакого прогресса у себя. Но Юрий Константинович нашел нужные слова, смог их подобрать, сказать мне, что нужно делать, как, правильно, что не нужно ничего бояться, нужно идти только вперед. Ну, видимо, он их правильно донес до меня, что они до сих пор у меня как бы в подсознании, я их помню прекрасно». Сколько еще чемпионов он воспитает, неизвестно. Главное, говорит тренер Юрий Чалой, чтобы все они стали достойными людьми. Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Новости Муравленко.